Слава Украине! Привет всем от Полонского! Параллельно с тем, как ситуация с зерном между Украиной и Польшей, а также Украиной и Словакией начинает потихонечку сходить на нет и устаканиваться, а вот с российским ворованным зерном, напомню, что расисты пытаются украденное в Украине зерно, имеется в виду зерно, украденное в Запорожской, Херсонской областях, частично Донецкой области и Крыму, они пытаются его втулячить различным нечистым на руку покупателям в разных странах. И вот, знаете, Россия это же просто страна без чести, без совести, абсолютно конченная. И вот пытаются торговать ворованным, да? Опаньки! И попытались продать свое зерно, уже у них был договор. С Египтом на покупку большого количества, там, речь шла о сотнях тысяч тонн ворованного зерна. Вот. И вот вчера становится, значит, смотрите, в то время как Украина, Польша и Словакия, я думаю, уже начались, или сегодня начнутся переговоры с тем, чтобы успокоиться и осуществлять транзит, подчеркиваю слово транзит, не продажу в Польше или в Словакии, транзит украинского зерна к конечному покупателю через эти страны, то вот у расистов проблемы. Дело в том, что весь мир знает, что они торгуют краденым, да? И весь мир знает, что эта страна преступник, страна негодяй, страна подлец. И вот Египет, который должен был купить у них сотни тысяч тонн зерна, сделал ручкой вот так вот, сказал, до свидания, будьте здоровы, я краденым, ворованым не торгую. И купил зерно вместо этих бандитов. Купил у Болгарии и у Франции, собственно говоря. Вот, собственно, и все. Еще вчера, еще вчера эти расистские пропагандисты с телеэкрана верещали на все лады, да, высоким фальцетом. А то, что вот все, украинскому экспорту зерна каюк. И все, Польша все перекрыла, Словакия все перекрыла. И, хочу спросить, и, а сегодня что вы решать будете? А сегодня перекрыли вам сворованным украинским зерном. А украинское зерно от его хозяина пойдет туда, куда нужно, на экспорт. Так что не спешить, не спешить, поперед батька в пекло. Вы там в будь-якому випадку будете.